Еще в прошлом году жительница Самары Мария Коновалова могла самостоятельно передвигаться по улице. Теперь же ей дается это с трудом. Члены избирательной комиссии предложили ей проголосовать на дому. Мария согласилась, оформила заявку и передала ее через соцработников в свой УИК. У меня ноги больные, я не могу идти. Хоть и нас и близко, но все равно не могу. Спасибо вам, что вы пришли. Очень удобно. Процедура голосования на дому такая же, как на избирательном участке. Вместе с бюллетенем выдаются защитные маска, перчатки, ручка. После этого избиратель голосует. Наблюдатели в это время находятся в другой комнате. За все четыре бланка избиратель расписывается собственноручно. Ему даются точно такие же бланки, как и в помещении. Единственное, что опускают они эти бланки в переносной ящик. Проголосовать на дому могут инвалиды, люди пожилого возраста и те, кто не может дойти до избирательного участка по состоянию здоровья. Для этого нужно сообщить о своем желании в УИК. Никита Колосов, Константин Головин. События.